На библейский портал «Эзегет» поступил вопрос, что опаснее для человека – гордость или гордыня? Ну, давайте подумаем. О гордости гордыня – эти слова несут одинаковый смысл или разные? Или, может быть, одно слово порождает другое, предшествует ему? Ну, гордыня. Что есть гордыня? Ну, мы из нашего святоотеческого учения знаем, что гордыня – это страсть, это болезнь нашей души. И у этой болезни есть свои симптомы. И мы знаем очень страшные слова Господа – погибели предшествует гордость. Погибели. А вот давайте вспомним опять-таки нашу библейскую историю. Ангел Божий, лучший из лучших, святозарный, денница, лучший, подчеркиваю, из лучших. Теперь кто у нас? Сатана, то есть противник, дьявол, человеку-убийца. Как же так он из лучшего ангела Божьего превратился в бога-противника? Да вот по гордости. Потому что он стал собой гордиться. Я лучший. Я лучше всех. Я почти как бог. Я могу стать богом. А если вспомнить человеческую историю, сколько было людей, императоров, царей, которые себя начинали считать богом. Болезнь под названием гордыня порождает вот эту гордость. Но всегда ли гордость богопротивна? Может быть, гордиться чем-то или кем-то правильно? А вот смотрите. А надо ли гордиться своей стороной? Вот мы должны гордиться своей стороной. Успехами своими. Нашей стороной. Я не имею в виду лично своими успехами. Лично своими успехами гордиться – это быть уже богопротивником. Ну вот денется, да? Возгордился своими успехами. А вот другими гордиться надо? Должны ли мы не гордиться нашими величайшими учеными, музыкантами, деятелями культуры, нашими героями, богатырями? Должны. Но что значит гордиться? И церковь почитает наших, и прославляет наших, одним словом обобщу, героев, героев нашего Отечества в труде ради ближних, на войне отдающей жизнь за ближних. Вот если мы, наша гордость, то, что мы обычно в русском языке называем «я горжусь» вот ими, это говорит, что я их почитаю, я низко кланяюсь им в ножки за их жизнь, что они были такими светлыми, боголюбивыми людьми, потому что светлым может быть только боголюбец. Поэтому в народном, в нашем обычном русском языке, да, мы употребляем слово «я горжусь своей страной». Но надо помнить, немцы тоже гордились своей страной. Но они стали ненавидеть из-за этого других, они перешли вот ту грань, тот рубеж, который никогда нельзя переходить. Они перешли в хвастовство собой. Какие они классные. Трагедию немецкого народа мы знаем. И не только немецкого. В конце Второй мировой войны. Ещё я бы хотел напомнить, это уже персонально каждому. Каждого из нас касается. Бог гордым противится. Смиренным даёт благодать. Смиренным. А кто такой смиренный? Это тот, кто с миром в душе, в сердце своём, принимает всё, что происходит. Принять те обстоятельства, которые мы имеем. Не давать воле своей ненависти. Которую, ну, собственно, понятно по-человечески, что может возникать в душе. Удавливать её на корню, потому что это дело дьявольское. Ни в коем разе уж тем более никого не проклинать. Вот. Поэтому, друзья мои, бойтесь гордыни. С миром всё принимайте. Не хулите ни Бога за то, что Он допустил то или иное. Как это Он мог допустить эту несправедливость? Да её нет, в принципе, этой справедливости. Даже простой человеческой. И Бог несправедлив. По справедливости мы подлежим давно всей гиене огненной. А Он милосерд. Бог есть любовь. И мы должны быть такими. А гордость, гордыня – это противоположность смирению. Поэтому, друзья мои, ещё хочу одни слова Господа привести. Гордость ненавистна и Господу, и людям. И преступна против обоих. Поэтому давайте просто любить друг друга. Не гордиться собой ни в коем разе. Мы все люди. Да, разные. С разными взглядами. И каждый имеет право. Да, право иметь любые взгляды. Но если вы имеете взгляды Богопротивные, вас ждёт поражение. Вот и всё. Мы должны это помнить. Каждый из нас. Если моё мировоззрение отлично от мировоззрения Божьего, который нас всех сотворил, то я окажусь в лапах дьявола и буду в погибели. А погибель начинается здесь, на земле. Ад начинается на земле. Поэтому давайте помнить об этом. Будем гордиться теми людьми, которых прославил Господь. Потому что они Богу были угодны. И показали это всей своей жизнью. Эти наши родные святые. Вот их будем почитать. Гордиться ими и стараться быть похожими на них. Иисус Христос. Вот Он для нас образец для подражания. И будем гордиться им. И своей немощью. Спасибо. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Кто-то. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и подпишись. Продолжение следует...